Утром гололед, днем каша. Многие шоферы схватились крепче за баранку, а это только начало. Синоптики уверяют, зима началась, снег без передышки будет идти до выходных. Самое время вспомнить правила безопасного вождения и срочно поставить зимнюю резину, если вы этого все еще не сделали. Но кроме машины нужно адаптировать к зиме и свой стиль вождения. Даже небольшая ошибка, которая летом никак бы не сказалась, сейчас может привести к серьезной аварии. Летом водители позволяли себе слегка полихачить, проезжать на большой скорости перекрестки, лихо маневрировать между полосами, обгоняя тихоходы и не соблюдать дистанцию. Сейчас ни в коем случае так делать нельзя. Ездите потише и старайтесь предугадывать действия других участников дорожного движения. К зиме мы готовились давно. Для того, чтобы не было скользкости, используемая песко-соляную смесь. Она у нас заготовлена, песок завезен, галит суралкалия получен. Мы будем стараться, конечно, и постараемся к утру, чтобы город был чистый. По тротуарам обязательно подсыпку произведем, ну и проезжие части, конечно, тоже не забудем. Кажется, коммунальщики готовы к снегопаду. С самого утра сегодня 25 машин обслуживают огромную территорию Березняков, куда входят и дороги до деревень. Всего в штате спецавтохозяйства 45 единиц спецтехники и 55 человек личного состава. Все же снег сегодня валил обильный. Десятки сантиметров выпали всего за день и многие были недовольны с лякотью под ногами. Не привыкли. Мы к зиме. Ждем лето обратно. Нет, ну не знаю. Я только выехала из дома, выехала с трудом, поэтому дороги, конечно, ужасные. Ждем, что будут чистить. Сами-то не видите, что ли? Это ужас какой-то. С колясками ходить вообще невозможно. У нас каждый год такое. Вообще, по идее. Ну, как обычно, еще в Березняке. До природы и так, мне кажется, нам хорошо улыбнулось. Целый октябрь был сухой. А в нашем городе, я считаю, за дорогами следят. Съездите вот по другим городам, так там вообще не пролезешь. В первую очередь сотрудники спецавтохозяйства убирают центральные улицы города, затем второстепенные и лишь под конец межквартальные проезды. Телефон, по которому вы можете оставить заявку на уборку вышеупомянутых, сейчас на экране. А за чистоту во дворах отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Их контакты указаны в квитанциях. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.